Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением писатель Виктор Ерофеев. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Давайте мы начнем, конечно, с американских новостей. Почему-то они стали нашими общими новостями. Избрание Трампа. Сразу спрошу, пугает ли вас вот этот новый дивный мир, в котором мы вчера утром все оказались? Ну, мир не может такой не пугать, потому что он полон неопределенности, а в таких делах лучше все-таки иметь определенность. Так что с этим понятно. А вот то, что я вот прилетел вчера из Франции, и вся Франция была уверена в том, что Трамп победит, это действительно знак плохого отношения к французам. К Америке они были уверены, что идиотизм выиграет, и идиотизм победил. Поэтому, в конечном счете, нам придется действительно объявить вот такой новый порядок жизни с идиотом, вспоминая нашу Сашу Шнитке-Оперу. Жизнь с идиотом будет. А вы думаете, он действительно идиот? Ну, я так следил за ним. А может быть, он прикидывается? Ну, значит, хорошо. Может быть, он нас троллит просто все? Ну, значит, хорошо. Да нет, не похоже. Вы посмотрите, в каких апартаментах, домах он живет. Там трудно это троллить. Он жил до того времени, пока надумал быть президентом, абсолютно без кости и глупости. И все его предыдущие сообщения. Просто сейчас, как всегда это бывает, вот, ну, случится с девушкой какой-нибудь грех, она с кем-то там встретится и что-то неудачное сделать, а потом она, так сказать, спокойненько начнет придумывать этому мужчине оправдание. Вот и мы, кажется, становимся этой девушкой. То есть мы придумываем оправдание Трампу? Ну, конечно, будем придумывать. Но с ним-то придется иметь дело четыре года. Мы же не можем с ним расплеваться. Да, мы должны будем. Мы – это весь мир. То есть надо будет. А быстро уже стали придумывать, меняется сразу уже позиция. Меня поразило, как раз вот я читал в Монде французском, что 3% только американских СМИ выступало за Трампа, да? 3%. А все остальные выступали громко, откровенно и говорили, что… Да, да. Ну, французы тоже сказали, что это все они проиграют эти, потому что закон такого глубинки американской – это закон противоречия такого. Потом был вот этот вот… Действительно, очень правильно социологи вычислили в этот раз после разрыва Белгопритании с Общей Европой. После Брексита. После Брексита они вычислили, что есть еще такое голосование умалчивания, стыда, когда человек говорит, да, я буду за одного, голосуется за другого. Ну, то есть они не говорят правду тем, кто проводит окросы. Бывает часто и у нас тоже, но там-то это довольно редко. Вообще, конечно… Нет, это же зависит от того, кто опрашивает и как это делает. Ну, я сейчас просто не беру конкретные агентства и говорю о том, что социологическая наука действительно оказывается уже в другом мире, как и все остальное. И вообще, конечно, это будет беда, потому что, как бы мы ни относились к позиции Англии и Америки, они составляли другой полюс. Другой полюс либерального мышления и демократии и так далее, и так далее. Там были реальные пороки в Америке, я много там преподавал, довольно неплохо знаю эту страну. Там и либеральное, и консервативное мышление имело свои изгибы, которые не давали возможности решать проблему, потому что она замалчивалась. Но, тем не менее, все-таки страна в том виде, в котором она существовала, то есть университетские, интеллектуальные, вообще общество и все прочее, они, конечно, были, прямо сказать, флагманами либеральной демократии. А сейчас, сейчас будет реальная неопределенность, и, конечно, процент вот этой эпидемической болезни, эпидемии под названием глупость будет расти во всем мире. А может быть, это просто какие-то ваши либеральные иллюзии были обмануты вначале действительно англичанами, которых всегда все подозревали в достаточном здравом смысле, а они взяли и проголосовали за этот идиотский Brexit, а теперь аналитиканцы точно так же. Где вы нашли либеральные иллюзии у меня, что я у себя их никогда не находил? Это был вопрос. Ну, вот я это говорю, у меня просто нет либеральных иллюзий. Мне просто кажется, что мир может существовать в том самом напряжении, как он существовал во время Холодной войны, и Запад, напрягшись, подставлял какие-то новые идеи и новое сознание, новое движение культуры и так далее, и так далее, в противовес действительно такой коммунистической сказке. А вот с исламизмом он прокололся, он не нашел хода, потому что в чем-то они действительно смыкаются, эти цивилизации близки друг к другу, достаточно съездить в Италию, например, на юг Франции, понять. И поэтому они не оказались в состоянии разграничить эти цивилизации и вот тут уткнулись. Ну, Трамп, это же не про исламизм? Про исламизм. Он же мусульман не будет пускать теперь в Америку. Ну, это мы не знаем еще, что он будет делать по сравнению с тем, что он сказал. Ну, да, но это же... Боль, но это банальность. Понятно, что одни говорят... Нет, это не банальность, но... Это банальность, что одни говорят перед тем, как стать президентами, а потом... Давайте банальность не будем. Нет, извините, пожалуйста, вы сами сказали. Нет, я вас не извиняю. Не извиняю. Я вас тоже, но это не имеет никакого значения. Вы сами только что сказали, что Трамп обещал не пускать мусульман, и он будет не пускать мусульман. А дальше вы говорите о том, что обещания и действия... Логика другая. Трамп сказал, что не будет мусульман пускать, и, следовательно, есть большая вероятность, что он их пускать и не будет. Странно было бы представить себе, что там резко повернётся и скажет, я всю администрацию возьму мусульманскую. Правда, значит, есть какой-то холодок в эту сторону. Есть другой же холодок, есть ещё и другой холодок, наверное, в сторону. Убедить ещё разные другие инстанции? В сторону. Да, вот инстанции там, оказывается, тоже... Инстанции все республиканские, да, это понятно. Да, тоже подыграли в этом смысле. То есть вы считаете, что вот теперь Америка станет вот такой закрытой для мусульман или выходцев с Ближнего Востока? Ну, я думаю, что она будет... Ксенофобской стороной. Ну, ксенофобской стороной она, конечно, не станет, но она будет более закрытой, наверное, будет более изоляционисткой, нежели при демократах. И это будет, конечно, тяжёлое испытание для всего мира. Но, собственно, это не я считаю. Вот те мои собеседники, с которыми я общался во Франции, они примерно тоже такого мнения на разном уровне. Они думают, что всё-таки Америка тут не окажется впереди вот этого прогресса, необходимого для развития и культуры, и сознания. То есть торжество глупости действительно, возможно, произойдёт. Возможно. Но мы ничего точно не знаем, потому что мы начали передачу с того, что есть неопределённость, и эта неопределённость, наверное, ещё будет зависать у нас, по крайней мере, до января. Потом посмотрим. Не знаю, почему до января, но спрошу вас об этом через три минуты. Мы делаем небольшой перерыв в программе «Особое мнение». Это Виктор Ерофеев. Особым мнением писатель Виктор Ерофеев. И вот вас спрашивает, например, тоже Виктор из Саратова. Он спрашивает, после Брексита избрание Трампа президентом США, насколько вы уверены в невозможности, например, к власти президентской во Франции и далее везде? Ну, надо сказать, что действительно во Франции она имеет на региональном уровне большой успех, Марин. Я вот был в Норманде сейчас, и там действительно 40% готовы за неё голосовать. Это много. Но, скорее всего, она на втором туре, если поскользнётся, если дойдёт, скорее всего, дойдёт. Но, в общем, это тоже один из крахов такой вот демократии, которая была построена не на просвещённом уровне, а на, скорее, на количественном, чем качественном. То есть вот Артега и Гассет, который, надо сказать, бунт и масс это предвидел, наверное, не хуже, чем Михаил Веллер по президентским выборам. Он, конечно, указал, что надо по-другому строить демократию. Но вот эта вот уравниловка, которая наступила и пошла по странам, и сначала это было в Америке, потом это пошла уже история в Германии и Францию затронула. Ну, это, конечно, очень... Это чума. Это чума демократии. Я думаю, что демократия очнётся и найдёт выходы. Но вот эта вот количественная история, она, конечно, оказалась убийственной. То есть вы хотите сказать, что эта избирательная система не работает? Ну, я думаю, что, наверное, избирательная система – это другое. Я думаю, что вообще-то, хоть вот подход политиков, подход к избирательной системе не работает. Сама избирательная система было бы трудно предложить сейчас в Европе, например, сделать её такой апартеидной. Она наверняка станет всё равно общей, но подходы изменились. И тут тоже проблема глупости. Вообще во многом глупость тут, конечно, побеждать. Я помню, не знаю, рассказал, по-моему, я не говорил на эхо. Вот когда Стефан Меллер стал министром иностранных дел в Польше, а он был мой друг, ну вот, мы как-то встретились в Варшаве. Я сказал, Стефан, он умер, к сожалению, потом от рака. Я говорю, Стефан, теперь ты знаешь всех президентов, например, министров, министров иностранных дел, Европы, Африки, Америки. Скажи мне, пожалуйста, среди них, а он умный был человек, среди них есть умные люди? И Стефан так подумал, подумал, и потом говорит. Ты знаешь, там есть один в Люксембурге очень толковый человек, но мы потом выяснили, что он действительно толковый в Люксембурге, не будем называть его, он действительно хороший мужик оказался. Но Люксембург, а всё остальное, и вот это вот ощущение... А всё остальное что? А всё остальное это такие вот бруссельские бюрократы-середнячки, которые стали заниматься антропософией и антропологией, то есть заменили Канта с Гекелем и нашего с вами любимого Маркса с Энкельсом. Ну, тогда, если вы хотите, вот вопрос, который все задают вот ровно в той стилистике, которая вам нравится, выбор Трампа американскими избирателями, так же, как Брекзита перед этим, британскими избирателями, это, извините за выражение, победа демократии или ахлократии, и что с этим делать? Вам же нравится такой вопрос? Нет, это попе, это всё-таки глупости. Ну, это же самое, нет? Ну, назовём просто более простым таким словом, который раз бы Роттердамскому нравилась, похвала глупости. Вы такой образованный. Так что делать, если я кандидат наук, куда же мне деваться от своей образованности? Я думал, это свой доктор. Да нет, это уже потом стало неинтересно. Но моя диссертация называлась «Достоевский французский институционализм». Пришлось немножко поковыряться в этих темах, достаточно далеко уйти вот в эту тему демократии, глупости, абсурда и прочее, прочее. Так что я вижу, что вы не читали мои книжки. У меня же две книги есть в лабиринте проклятых вопросов, посвящённых как раз философии разных стран. И это не единственный мой недостаток. Ну, нет, я, честно говоря, не интересуюсь вашими недостатками. Меня как-то мало колышат. Дайте мы вернёмся всё-таки к программе «Особое мнение». Мы, по-моему, не уходили, не уходили. Я хочу вернуться к вопросу. Итак, что с этим делать? Я думаю, что... Что делать с тем, что люди голосуют так, как вам кажется глупым? Ну, дело в том, что не только мне это кажется. Ну, может быть, они в своём праве, и надо с этим смириться просто. Ну, дело в том, что понятие права, оно же тоже имеет разные направления. И тут мы сейчас запутаемся, кто вправе, кто не вправе. Дело в том, что право основывается тоже на общественном образовании, да, на культуре, на том же кандидатском минимуме. Тут вопрос образования. И когда человек видит, что им будет управлять неуправляемый человек, когда понятно, что если Англия выходит из Европейского Союза, то Шотландия начнёт буксовать тоже и опять захочет уйти уже из Англии. Всё эти же вещи довольно очевидны, но... Ну, а что такое произошло с избирателями, что они вдруг стали так голосовать? Они что, раньше были образованы, что ли? Они были намного образованнее, когда они голосовали за Европейский Союз? Они были, надо сказать, образованнее, да. Ну, откуда же? Ну, вот мы же чётко никак не можем определить с вашей культурой, вы уже не кандидат наук. Нет, что вы, нет, я не кандидат наук. А что вы заканчивали? Я заканчивала журфак, но мы же не обо мне говорим, вам же не интересно. Нет, ну, просто раз мы с вами разговариваем, хоть понять, с кем говоришь. Значит, дело в том, что в Европе где-то на грани XX и XXI века произошла некоторая такая печальная революция, антиинтеллектуальная. Об этом писал Гройс, небезызвестный, наверное, вам, и довольно писал убедительно. Дело в том, что в какой-то степени закончилась та вот самая классическая культура, которую мы наблюдали примерно из Средневековья, и с Ренессанса она, так сказать, отпочковалась в какую-то особую часть жизни и царствовала. И где-то вот тут она подвернула ногу. Какого, вы говорите, XX и XXI? Да, где-то на конец XX века пришёл этот удар, и он довольно болезненно отразился по разным культурам, и по национальным, и по ведомственным, то есть и по литературе, и по живописи, и так далее, и так далее. Нет, мы же не говорим о том, как ведут себя избиратели. И этот момент... Избиратель не обязан соответствовать вашим представлениям об образованности и культурности. Да, но я говорю не от себя, я говорю от той европейской, наверное, можно сказать, такой университетской массы, которая считает, что действительно падение образования произошло практически во всех европейских странах. А вместе с падением образования произошло представление, изменение представлений, и представление резко поменялось о том, что хорошо и что плохо. Это длинная такая история. А когда люди были максимально достойно образованы и соответствовали каким-то... Вот когда в этом веке это было? Мне кажется, ну, во-первых, я думаю, что вы сами знаете ответ на этот вопрос. Нет, я не знаю. Если вы понимаете, то на самом деле огромный шок после Второй мировой войны выстроило вот это вот гуманистическое сознание довольно серьезным образом. Оно отразилось и во Франции, и в Англии, и в Штатах, и в Германии, в Италии, в Западной Германии. И переживание Холокоста, переживание всех этих вопросов, которые действительно привели Европу к катастрофе, дало возможность этой культуре достаточно крепко укрепиться, да? И она, эта история продолжалась вот вплоть до конца XX века. После этого... Переживания по поводу Второй мировой войны, Холокоста и всего этого ужаса не имеют отношения к образованию. Давайте мы продолжим с вами через несколько минут. У нас сейчас перерыв в программе «Особое мнение», и затем Виктор Ерофеев в эту студию вернется. У него микрофона Ольга Бочкова, с особым мнением писатель Виктор Ерофеев. И давайте продолжим этот разговор про избирателей, которые внезапно стали плохими, необразованными и как-то, в общем, несоответствующими высоким критериям. И все-таки я не поняла, почему раньше было лучше, и почему в январе нам станет что-то понятно. Ольга, ну, значит, смотрите, как вы интересно передергиваете. Внезапно. Я вам рассказал о том, что в конце XX века. И это потом стало разрушаться. Ничего внезапного не было. Вы или меня слушаете, или вы меня не слушаете. Если вы меня слушаете, то вдумывайтесь. Нет, не надо. Я буду делать то, что я считаю нужно. А я считаю, что надо делать то, чтобы человеку, который пришел с особым мнением, ему все-таки было что сказать, а не отбиваться, как от мухи, от вас говорить. Ой, внезапно. Почему же внезапно-то? Не внезапно. Произошел кризис, вот я вижу, что это зависит от человека, но произошел определенный действительно кризис культуры, кризис истории, мы об этом много раз говорили здесь и на «Эхо Москвы», и вообще в разных других местах. И поэтому ничего внезапного не произошло. И об этом, мы же говорим об этих кризисах. Ну, например, про Трампа известно совершенно точно. Ну, то есть сейчас, конечно, это махание кулаками после драки, потому что понятно, что очень ошиблись, облажались и совершенно оказались неспособными все, кто делал социологические прогнозы. Но теперь они говорят, а вот посмотрите, как он активно вел себя в социальных сетях. Вот он там оказался молодец, а мы этого не учли. А Хиллари, она оказалась такая более старомодная. Может быть, это просто такой другой мир, с которым ни вы, ни Трамп, ни Хиллари Клинтон пока еще не научились управляться. Ну, Трамп, наверное, лучше других. Ну, не знаю, не знаю. Я бы так не сказал, что это другой мир. Дело в том, что есть еще мир чельмы, есть мир подводников, например, и другие локальные культуры, где есть какие-то свои законы. Трамп выступал по законам, которые действительно, с одной стороны, противоречили всему тому, чему учила политкорректность, но надо тут тоже было отличать те вещи, которые он действительно правильно критиковал, потому что все равно зародилась какая-то история ханжества. Это было понятно. Я довольно плотно сотрудничал с «Нью-Йорк Таймс» вот несколько лет. Я видел, как они меня правят. Ну, они правили более деликатно, чем вы, но, тем не менее, правили так постоянно. Каждый раз, когда я писал вот эту территорию на пине... Ну, может, вы просто плохо писали? Ну, наверное, плохо писал. Ну, они почему-то наставили, чтобы я писал годами просто. Так что, наверное, годами плохо писал. Вот. Наверное, и в «Хэрлд Трибюн», и в «Нью-Йорк Таймс». Вот, значит, вот писал годами, писал плохо, но они правили меня. Но не потому, что им не нравился мой стиль, а потому, что им не нравилась моя позиция. И они выдвигали себя как либеральное такое общее американское мнение. И когда куда-то в сторону уходил, им можно было сказать, вот политическая корректность, она так и так. Или еще, например, там вот в «Нью-Йоркере» я тоже писал довольно много. «Нью-Йоркер» считается таким серьезным журналом. Они, главный редактор «Нью-Йоркера», но не Ремника, а предыдущий, сказал, «Ты знаешь, наши читатели считают себя умными. И поэтому, если ты напишешь какую-то статью, а я тогда ему предложил написать о возвращении Набокова на родину, если ты напишешь статью, они ничего не поймут, они перестают читать наш журнал». То есть все время была какая-то игра с умом. Вот эти игры разума, они ничего хорошего не доводят. Эта интеграция, которой мне приходилось участвовать в связи с американскими газетами, она, в конце концов, стала таким полем отчуждения. Мне гораздо интереснее, например, работать с немцами, которые гораздо более открытой. Это очень интересно, да. Давайте я спрошу вас еще про одну сегодняшнюю новость. Очередной сериал у нас, вернее, очередная серия в сериале про украинских диверсантов. Теперь нам сообщают, что в Севастополе арестованы еще какие-то подозреваемые в подготовке диверсии. Как вы к этому относитесь? Вы верите в украинских диверсантов, которые проползают в Крым? Нет, не верю. Ну, то есть это что? Ну, так вот, не верю. Это нам врут? Я не знаю. Они и диверсанты? Или вы просто не знаете? Я не знаю. Я думаю, что тут уже просто, когда мы с вами уже сидели в студии, совершенно справедливо в новостях сказали о том, что, видимо, это делается для того, чтобы у наших разведчиков, контрразведчиков была возможность работать и устраивать определенные действия, акции и так далее. По-моему, только из этого. Я не думаю, что Украина... Я был вот недавно на Украине, в Киеве, давно много разговаривал. Они страшно хотят мира и очень болезненно относятся к любым вот этим выпадам против них, когда на них пальцами показывают и говорят, что они агрессоры в чем-то и в том числе. Что они должны были делать в Севастополе? Еще раньше, до этого, в Крыму они заползали каким-то тайком, когда можно взять и доехать обычно на машине спокойно. Я в это не верю и думаю, что это просто невозможно. Это более невозможно, чем победа Трампа. Но Трамп-то, тем не менее, победил. Поэтому, возможно, и все теперь. Еще одна история... Оля накалилась, прям как сковородка, ей-богу. Я накалилась. Не оголилась, но накалилась. Насчет оголение, не знаю. Я страшно накалилась, я дико переживаю. Ну, это я вот вижу, прям такой Трамп, Трамп. Есть у вас еще вопросы? Да, конечно, есть. У меня много вопросов. Давайте. Но вот эта вот история про LinkedIn, и это тоже казалось невозможным, а тем не менее, сегодня вступила в силу судебное решение, и она будет заблокирована. Как вы к этому относитесь? То есть это похоже на начало самоизоляции России от интернета и, в конечном счете, от мира? Мне кажется, самоизоляция России началась 16 лет назад. Мы уже как-то начало давным-давно прошли. Это уже бурное продолжение активное. Как уже начало? Ну, одно дело бурное заявление представителя Министерства иностранных дел или даже президента, а другое дело – это интернет и социальные сети. Это нечто более серьезное и материальное по сравнению со словами. Это ваше особое мнение. Ну, как? Ну, так. А то есть вы считаете, что отключиться от мировых социальных сетей – это ерунда, неважно, никого не касается? Я так не считаю. Ну? Я так не считаю, но я говорю, что ваше мнение – это то, что эти сети важнее, чем заявление президента. Я вам задала вопрос и просто жду вашего ответа на него, потому что это ваше особое мнение, и я пытаюсь его установить. Оль, да неужели, правда, мне такое впечатление, что вы меня приглашаете, чтобы высказать свое собственное мнение по поводу Трампа? Нет, вы ошибаетесь. Ну, как же я ошибаюсь? Ну, я разве могу ошибаться, глядя вам в глаза, не могу. Вы ошибаетесь, потому что я просто веду эту передачу и делаю так, как считаю нужным. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос развернутый, потому что от вас ждут вашего особого мнения. Мне кажется, что как раз я отвечаю развернуто, а вы так говорите – ой, как это интересно, и у вас с носа спадают очки от скуки. Я вот что думаю? Я думаю, что… Не без того, конечно. Да, это видно нам. Я вот что думаю. Мне кажется, что и дальше это будет продолжаться, это все, это закручивая веками. Оно бурно идет, и мы, наверное, дойдем еще до степеней известных. Ну, до каких, например? Не знаю, не знаю. Тут мне трудно ходить. Я бы хотел, чтобы не доходили. Но, видимо, дойдем. Не знаю. Но все же пугают друг друга разными страшилками и вот этими степенями известными. Ну, какие могут быть степени в 21 веке? Как пугают, если… Закрыть границу, поставить китайский фейервол. Ну, что можно сделать вот такого, чтобы это действительно было… Ну, для какого-то количества народа закрыта граница, да, нельзя ездить тем и другим категориям граждан. Так что, значит, уже что-то закрывается, ну и так далее. Я думаю, что можно найти разные способы, чтобы прикрыть границу, не выдавая просто своих намерений. Просто аккуратно так найти ходы. Это люди здесь учатся. Они, кстати говоря, умнее Трампа. Те люди, которые руководят. Наши умнее Трампа? Наши умнее Трампа, да. А почему тогда депутаты, например, Государственной Думы, когда им сообщили про то, что Трамп стал президентом, начали бурно аплодировать? Ну, потому что, слава богу, в Америке глупый президент. Получается, что теперь Америку можно просто взять и с шапками забросать. А кто у нас умнее Трампа, например? Ну, я думаю, что у нас умнее Песков вместе с Захаровой, что точно умнее. Умнее Трампа? Конечно. И Путин умнее Трампа? Я думаю, что Путин тоже умнее. И, по крайней мере, опытнее, значительнее опытнее Трампа, пройдя уже 16 лет на этой работе, да даже больше, я думаю, да. Умнее, безусловно. Умнее, главное, мне кажется, образование. И еще, что важно, здесь складывается какая-то определенная повестка идеологии, которая, естественно, интеллигенцию либералов пугает, но которая объявляет о том, что люди кремлевские уже серьезно начинают задумываться именно о том, во что верить, а не просто чего брать. Это разные вещи. А у нас наша оппозиция думает, что они только берут, а не верят ни во что. Вот здесь есть некоторая такая ошибка. Они верят. А во что они верят? Они верят в том, что... А вы не знаете, во что они верят? Нет, я не знаю, что они верят. Я слушаю вас. Хорошо. Значит, я думаю, что возникла такая позиция политического романтизма. Она идет достаточно серьезно от русской философии. Вот Ильина и Бердяева даже есть такая вот линия философского романтизма. Они его так подхватили и через Михалкова, и через Проханова, и через еще некоторых людей. И они сказали, о, это вообще интересная позиция. Я, пожалуй, на ней задержался. Ну, мы не задержимся. Мы уже закончим. Ну, слава. Мы узнали много новых имен сегодня. Это была программа «Особое мнение» с Виктором Ерофеевым. «Особое мнение» с Виктором Ерофеевым.